Благодарим Тебя, Христе Божий наш, как и насытилось и на земных Твоих благ. Не лишена Сына Небесного Твоего Царствия, но и как посреди учеников Твоей пришел, если спаси мир, дай я им приди к нам и спаси нас, Аминь. Глава Твоего Царствия, и Святого Духа, и Минейтриста, и Вадите Твоего Царства, и Милостливый Господи, спаси и помилорад своих милощих, питающих нас, подающих нам милосты, не западавших нам молиться, а не их вопиющих, Тебя страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в узах, тюрьмах, психиатрических терминствах за Слово Твоей Святой. В дом нищий сирот священства и на счастье всех христиан и братьев наших проповедующих, благовествующих, Александра, Сергея, Валерия, возврати в мире и исполни дело назначенное за них. Тебя слава за все, отечественный, святой дух. Аминь. Вот видите, какие у меня сапоги. Разные? Красивые. Я в них в церкви был, даже нужды никакой нет. Почему? У меня правый сапог прорванный. А это Виктор Николаевич, сапоги рядом стояли. Да он говорит, бери оба. Я говорю, зачем оба-то? Другой-то у меня целый. Я в нем так и был. Вот так. Я хотел немножко сказать по совести. Совесть первичный Евангелие. Я посчитал Вану Златоуса. Когда не было Библии, не было написано ничего, совесть была. Через совесть Бог действовал. Ты знаешь, что такое совесть? Ты знаешь? А что такое? Может записать? Ну, объясни. Ну, давай. Это часть души, через которую мы общаемся с Богом. Подойди ближе, не слышу. Совесть – это часть души, через которую мы общаемся с Богом. Слышен голос Божий. Сыновись. А где-то откуда узнала? Мы в прошлом году писали это. Где? Я записывал. Я им диктовал, а они записывали. А, вон как. Это мое выражение. Это мое. Это я его выражение. Автор это выражение. Совесть – тот участок души, не душа, через который слышится голос Божий. Вот сегодня я столкнулся. Так, вчера пришел, косить надо. Второй косы нету. Ну, я когда поехал к батюшке, обошел. Все, везде, нигде нету. Его нету и косы не нашел. Ну, я бы взял, дал записку там оставил, или как, чтобы не искал. Пошел к Вите. Я говорю, Витя, а тут косы нет какой-нибудь? Тут же косили. Там где-то она в углярке. Он пошел, вытаскивает косу. Я говорю, а что это коса? Да не знаю, может, батюшкина. Не его. У Витя, его нету. Ну, я ее взял, взял, посмотрел, какая она, как сделана. Это очень похоже на батюшкину. Но она ни у него не была. Я сегодня поехал, ему сказал, батюшка, там я у Виктора взял косу. Почему? Потому что на душе было нехорошо как-то. Я не могу объяснить это. А ну, как это батюшкина, а ну, он придет искать ее. Вот это а ну, предположительно. Так, теперь, когда мы закроем шалаш всю сторону, камышом все, с той стороны будем закрывать, а вверх-то сходится, и там щель. И там всегда промокает, потому что склона никакого нет. Поэтому, где соединяется вот этот вот шалаш, который идет, мы сверху закрываем его целлофаном или толью. Но целлофан пройдет маленькое время, и только осколки останутся. Его съест солнце. Его специально таким сделали, иначе весь мир бы целлофаном был заполнен. Когда ученые сделали первый раз целлофан, то его не включили, это он, солнце его не берет. И как везде, на дне океана, везде накапливаются огромные-огромные там площади, закрытые. И тогда ученым дали указание немедленно придумать такое, чтобы целлофан на солнце разлагался, в ничто превращался. Специально. И поэтому мне надо какой-то сверху целлофан накрыть материей. Материя, которая, ну, не пропадает. Я посмотрел где-то там, вот, где Новика, вот, пеньки я там посадил, и чтобы они не сохли, я их обмотал. Где-то я взял, не знаю, там дома где-то валялись. Вот. Теперь я пошел, ну, утром и взял, забрал обратно. Теперь принес, Валентине дал разрезать, и чтобы было чем покрыть. Но это мало. Но я видел на огороде, там, где моя вторая голубятня, у матушки там в огороде полно всякой одежи, которая она прикрывала там огурцы, что-то. Ну, я посмотрел, у нее все там гниет, там набросано одежи где-то. Ну, я пошел собирать. Собрал, а ее-то нету утром-то, ну, шести нету. Я почти, иногда в три часа уже встаю, толкуюсь там. Ну, я это все собрал, привез сюда, привез, везу сюда. А матушку-то я еще и не видал. Ей это не надо брошенное, а на душе неспокойно. Я тряпки оставил и поехал к матушке докладываться. Пришел я ей и говорю, мне помочь надо, вот такое-то. А она где? Я говорю, да не бери там, Рвана, у меня в мешков прислали, там 20 мешков одежи, там и польта, и все, бери, я тебе. Она добрая-добрая, пока по-хорошему с ней. Ну, я говорю, не надо, хорошее я не возьму. Я это с огорода возьму, а я уже взял, уже привез сюда. И Валентине-то ей говорю, ты пуговки-то отрежь, а остальное пойдет куда-то. Но теперь уже все законно. Но я по картошке-то у нее ходил, когда там, куда идти по картошке-то. И гляжу, там мешок лежит, салафановый, не салафановый, а такой это, пропиленовый. Я его открыл, а там картошка-то. И видно, что он засвел. Я его тоже вытащил и себе на крыльцо утащил. Я ей говорю, я там нашел картошку у тебя, так ты мне разреши, а уже сам взял ее. А на душе-то неспокойно. Как она начала? Да ты, да че, нельзя там она зеленой выбросить, не трожь. Скорее побежала там где-то в сарайку тут, кладовка, вытащила полмешка или там меньше ведро. Вот, хорошее возьми. Ну, ладно, хорошее возьму. Я говорю, и целлофан там у тебя валялся. Есть какой-нибудь рваненький? Да что рваненький, у меня там хороший есть. Я сейчас все бросила. Да не надо, не надо там. Все равно она побежала. Вот целлофан, который дал, а там большие полотнища у ней. Ну, она работает, поэтому все у ней есть. Это я не взял. А другой она пошла, ну пошли, сейчас я одежу там дам. У меня там мешков сколько с одежи. Ей прислали откуда-то, она не знает, куда девать-то. Понятно? Я сразу освободился, мне легко. Она мне дала. Я говорю, эту зеленую, я говорю, отдал, Валентин, ты вырежь там, что можно-то. А это хорошее, мешки вытрите, я ей уже мешки отдал. Вот совесть. Никому вреда не сделал, но внутри нехорошее чувство какое-то. А ну как она придет, а ну хватит. Да и даже не хватится благословения. Я говорю, матушка, благослови, чтобы у нас все было хорошо. Да Бог благословит, да. Она рада, что я обратился. Я обычно никогда не обращаюсь. Я говорю, ты тогда тяпки затмутся, принеси, я потащу. Она совсем. Да пошли, я тебе там несколько мешков отдам. Если она поеду, к ней сегодня она отдаст, то кое-что можно распороть, сшить одеяло. Это уже Надежда Васильевна сделает. Там поль-то хорошее и прочее. А то с утра сегодня, пока вы там были, вот это я все уже понатащил, тряпками завалил. И мы сверху покроем целлофаном. В ночь, если куда-то Володя взял, не отдал, отдаст, наверное. Ты же ночью, если три дня назад взял, они на кухню не вернул. Нету их где-то, где они? А я даже сам не знаю. Ничего себе. Не помню. Под подушкой, может быть? Не знаю. Ну где-то, он бросил. Да чего брал-то, ебанят там? Зачем брал-то ты их? Шил, наверное, что-то. А? Шил. Шил? Ну. Ну так, шил, шил, так да, отдай назад-то их. Ну вот я не помню, что-то они общие. Почему не принес тоже? Не помню. И совесть не мучает? Это я маленький брал. Совесть не мучает, что не отдал? Дело в том, что я не помню, что я их брал. Вот мне сегодня два раза из-за мешков, и этот салопан я не брал. Но получил намного больше. Раз я пришел к ней, еще больше благословения получил. Вот это просто хочу сказать. Батюшка, да ладно, коса, ладно, косите. Коса у меня появилась теперь точно. Матушке картошку взял вот эту брошенную точно благословенно. И вот эти тряпки рваные точно благословенно. И все закончилось благословением. Да еще и еще приди, еще там дам у меня свежая лежит в мешках, хорошая. Вот жить надо по совести. Даже самое маленькое что-то ты сделаешь, если ты уже к этому приучен по совести. Тебе тяжело будет. Ты чувствуешь, что-то внутри не так делается. Какая-то тяга-то у тебя. Я скорее на велосипед и покатился туда. И приехал еще большим благословениями. Я на нагороде там, давай мне целлофан, я не беру, да тут бери. Все, если не хватит, там на нагороде там у нее море этой одежды, которая гниет лежит. Поняли? Поняли. Вот так. И когда человек вызывает бессовесть, это означает безбожник. Безбожник, погибший. Если совести нет, то только в аду человек будет. Бессовестный человек ни один в рай не войдет. Богу слава. Уходим. В лоб. Еще нужно, Вань. Куда пошел-то? Иди туда. Дними сумку-то, да сейчас мы не поймут тебя. Как под берушкой, плодишься с сумкой. Давай. Берите тележку.